Ребята, с победой. Добрый вечер. Никита, к тебе будет вопрос. В первом периоде была сделана игра «Твой дубль». Мощнейшая сегодня с твоей стороны игра. Пожалуйста, прокомментируй ее. Ну и, конечно, следующий матч, четвертьфинальный, с командой Канады. Какие мысли у тебя? Спасибо. Ну и Миша, в принципе, если у него есть желание, тоже по Канаде может сказать. Спасибо. Партнеры помогли, хорошо забили в первом периоде, сделали игру. И, в принципе, расслабились, наверное. Комфортно играли и просто готовили четвертый финал. По Канаде еще вопрос был, да? По Канаде? Да, да, да. Сегодня отдохнем, а о Канаде в нас тро будем думать. Пока нечего сказать. Следующий вопрос. Дмитрий, пожалуйста. Добрый вечер. У меня вопрос к Мише Григоренкову. Все-таки продолжу тему Канады. Вот так классно пройти групповой этап, занять первое место и получить Канаду в четвертый финале. Это что, это ирония судьбы такая или такая гримаса судьбы? Как это назвать? Да нет, ну и просто все команды боролись за выход из группы. Так получилось, что Канадцы так первых пару игр проиграли. Я думаю, здесь роли не играют, не играют с кем играть в четвертый финале, матч на вылет. Поэтому у нас задача выиграть чемпионат мира. Поэтому нужно обыгрывать всех сильнейших. Не опасаетесь соперника просто? Все-таки соперник-то такой, ну, нерядовой, мягко говоря. Да нет, а чего кого здесь опасаться? Опять же, четвертый финал, поэтому, опять же, все понимают, если задача стоит выиграть чемпионат мира, нужно обыгрывать всех сильнейших. Поэтому пошли игры на вылет. Если можно, еще по сегодняшнему матчу спрошу. Вот матч, в принципе, ничего особо для нас не решал. В первом периоде 5-0, все ясно. Вот доигрывать еще два периода было несложно. Но чисто, чтобы не расслабиться и травмы не получить. Потому что не расслабиться, наверное, уже трудно было. Ну, наверное, психологически, конечно, трудно. Когда счет уже 5-0, в принципе, все, наверное, понимают, что игра сделана. Так, конечно, старались, старались играть правильно, старались создавать моменты. Но нужно отдать должное белорусам тоже. Они не сдались, тоже ребята старались, играли. Поэтому хорошо, что сыграли на ноль. С ОМОНу помогли очень здорово. Да, привет, ребят. Поздравляю вас с победой. Вопросы к Мише и к Никите. Сегодня впервые болельщикам разрешили прийти на чемпионат мира. Конечно, вопрос к организаторам, почему так получилось. Но на вашем матче был только один болельщик. Это уникальная ситуация. Это он пришел. Андрей из Риги. Вы можете ему сказать какие-то теплые слова, чтобы ему было приятно, что он 110 евро заплатил и нам всем? Потому что, наконец-то, болельщики начали ходить. Андрей, большое спасибо за поддержку. Мы чувствовали его поддержку, так что спасибо большое. Дмитрий Занин, пожалуйста. Вопрос Михаилу Григоренко. У нас практически в каждом матче тренерский штаб меняет все сочетания звеньев. Я просто первый раз на хоккей, я некоторые вещи не очень понимаю. Когда я смотрю на сборную США, у них есть сыгранное звено, и они там классно действуют. У нас постоянно всех меняются всеми. Я спросил Толчинского, он сказал, что стройка Григоренко играет классно, и их никто никуда не будет менять. Как вам ваше сочетание? Насколько вы готовы с ним играть до конца чемпионата? Или с кем-то вам еще комфортнее? Как это вообще устроено? Вас кто-то спрашивает, с кем вы хотите играть. Да нет, никто не спрашивает. Я думаю, у нас здесь достаточно специалистов в тренерском штабе, которые определяют, кто с кем играет. Так получается, что я все игры с Антоном Слепышевым играл, в принципе, взаимопонимание хорошее. Сейчас вот с Воронковым тоже две игры хорошо играли. Первые две игры с Корноухом тоже получалось, поэтому... Все игроки в команде очень хорошие, поэтому, я думаю, здесь никто не выбирает, никто не расстраивается, если с кем-то поставили или не поставили. Павел Зинков, пожалуйста. Еще один вопрос. У меня вопрос к Михаилу. Вы играли в юности в Лиге Кейбека. Вы можете рассказать о канадском менталитете? Канадцы здесь проиграли 4 матча из 7. Все говорят, что это мертвая сборная, но вы подтверждите, что они будут готовы биться в любом составе. Как у них вообще настрой будет на этот матч? Я думаю, во-первых, Канада есть Канада, а во-вторых, это четвертьфинал. Опять же, я думаю, здесь все команды, которые сейчас вышли из группы, у каждых одна задача выиграть, поэтому, я думаю, все оставшиеся игры будут на вылет, и идти кость в кость, поэтому настраиваемся на такую хоккейную войну. Валерий Николаевич с победой. Переходим к вопросам. Дмитрий Занин, пожалуйста. Валерий Николаевич, расскажите, а что вы говорили команде в первом перерыве, в раздевалке? Ну, не терять концентрацию, да, играть, самое главное, правильно играть и готовиться к плей-оффу. То есть, по факту, игра была закончена? Ну, почему, 40 минут, я еще раз говорю, шла подготовка к плей-оффу, поэтому полная концентрация должна быть, и самое главное, правильно играть. Павел Сынков, пожалуйста. Да, Валерий Николаевич, поздравился по победе. Интересно, как выбирают состав на матч? Почему Корнаухов сейчас не играл? Потому что он из Минска, ему обидно забивать белорусов? Или как его сейчас выбирали в состав? Нет, дали просто отдохнуть, поэтому посмотрели Шлунова, там, Галимова посмотрели. Дали отдохнуть, Паша. Павел Панышев. Да, Валерий Николаевич, с победой вас. У меня такой будет вопрос, может быть, немножко не по сборной России, а такой общий, но вот вам в целом не жалко ли сборную Беларуси, да? Ну, откровенно, у нас сегодня команда просто бездельничает, катается, непонятно чем занимается на льду, с кучей непонятных этих легионеров, плэтами, парэдом, принцами и так далее. В сборной, которой раньше тренировали, ваш там коллега, Владимир Васильевич Крикунов, сейчас там Воробьев, Кравец работают. Вам вот самому как бы не обидно, что команда вот так вот беспомощно выглядит, в принципе, обыграли шведов, а потом почему-то бросили играть и ничего не делали на этом чемпионате мира. Спасибо. Ну, это вопрос не по адресу, поэтому тут никаких комментариев я не могу дать. Дмитрий Маленко, пожалуйста. Добрый вечер, Валерий Николаевич, подведите, пожалуйста, итог все-таки группового турнира. С одной стороны, уверенное первое место, с другой стороны, я не так понимаю, что творческий поиск по связкам до сих пор продолжается еще. Или он закончен, может быть? Ну, уже все практически определено, и поэтому с Канадой, я думаю, пойдет боевой состав. Если можно, еще один вопрос сразу вслед задам. Не могу удержаться от каверзного вопроса. В принципе, вы могли уйти от Канады. У вас хоть на минуту мелькнула в голове мысль, что можно матч белорусам отдать и выйти там на более комфортных немцев или латышей. Тогда еще не было известно. Ну, я думаю, это вообще некорректный вопрос. Да, Павел Осенков. Да, вопрос из двух частей. Во-первых, я уже спрашивал игроков, но это важная тема, единение команды и болельщиков. Впервые болельщиков запустили на трибуны с этого дня. Один болельщик пришел только на матч, это по вине организаторов. Его зовут Андрей Изриги, я с ним разговаривал. Он говорит, что фанат Брагина, то есть ему нравится сборная Россия, и он потратил 110 евро. Вы можете ему сказать какие-то теплые слова? Это приятно. Будет ему лично. Он единственный болельщик был на этом матче. Ну, конечно. Большое спасибо ему. Очень приятно. Мы надеемся, против Канады намного больше будет наших болельщиков. Надеемся на их поддержку и будем стараться хорошо играть. И вторая часть вопроса. То, что четвертьфинал России-Канады, вы сами чувствуете, насколько это будет большой телевизионный рейтинг в России, насколько это особенный матч, насколько это яркая фиша, сколько у вас было таких матчей на молодежном уровне. Что это для вас значит? Ну, это всегда. Россия-Канада всегда вывеска. И поэтому... хороший такой ажиотаж. Поэтому... Я думаю, хороший матч будет. Павел Панышев. Да, Валерий Николаевич, такой еще вопрос вам задам. Все-таки вы самого нахваливаете. Сегодня опять матч на ноль, а впереди-то уже надо думать. Может быть, что-то вы уже надумали, там, понятно, по Сереже Попровскому. Какие у вас мысли? Спасибо. Да нет, сейчас еще тренирующий процесс, он начал тренироваться, поэтому тренер Ротаренко нам постоянно говорит, что в хорошем состоянии. Поэтому сейчас, я еще раз говорю, будем думать очень серьезно. Да, Дмитрий Пономаренко. Вернусь к теме Канады. Удавалось ли следить за этой командой, потому что соперник был до самого конца неизвестен, и трудно было это предсказать. Или будете вот за эти отсавшиеся два дня как-то ее изучать, чтобы подготовиться? Не, ну мы... Я лично и тренерский штаб следил за чемпионатом, смотрели игры, тем более из той группы соперников, я имею в виду ведущие сборные, и Канаду смотрели очень часто. Поэтому очень скоростная и играющая команда, все будет непросто, поэтому сейчас разберемся, подготовим, и идем в бой. Да, давайте два заключительных вопроса. Дмитрий Занин. Валерий Николаевич, сегодня главная тема, которая вообще обсуждалась в СМИ в течение дня, ровно до начала вечерних матчей, это, что если бы Германия и Латвия играли, сыграли договорной матч, но сыграли бы в ничью в основное время, то они бы в дем бы вышли в плей-офф, и все были бы счастливы, а Канада бы вылетела. Вы вообще помните на своей памяти, чтобы в хоккей игрались какие-то такие матчи, и в курсе ли вы были этой ситуации, что если вот Латвия и Германия играют в основное время в ничью, то они в дем выходит в плей-офф. Вы знали про это? И слышали какие-то такие истории похожие? Это я знал, да, там все обсуждалось это, но это... Я очень рад, что все это только обсуждалось, поэтому я всегда за честный спортивный принцип.